Добрый день, всем крепкого здоровья. Значит, ситуация такая. Как подаются нам новости? Вот на улице зима, и я собираюсь ехать кататься на велосипеде. Мне сегодня с утра присылают сообщение. Смотрим его и читаем, что в нем написано. Значит, смотрите. На велосипедисты написано, что ГАИ предупредили о штрафе заезду на велосипеде в снегопад и гололед. Если же снегопад и гололед заставил велосипедисты в пути, то обращаем внимание на ГАИ. Нужно спешиться и слезть из велосипеда рядом, вести велосипед рядом с тобой. Значит, прочитали новость, да? Мы поняли, что на велосипеде кататься нельзя. Но в том-то и дело, что все новости подаются именно так, как и хотят подать, ну, хотят нам преподнести. И мы часто не вникаем в то, как на самом деле эта новость выглядит. И теперь я обратился к первоисточнику. Смотрим заезду на велосипеде в гололед. Штраф, так? Считаю. Можно ли ездить с зимой на велосипеде и какие штрафы грозят за поездку в гололед? Как рассказали ДТТ при движении по дороге в темное время суток и условиях недостаточного видения, велосипедисты должны быть включены спереди фары, излучающие белосы, заде фонарь, излучающие краски. Вне населенных пунктов велосипедист должен быть одет в одежду повышенной опасности. Так. В условиях же снегопада и гололедицей велосипедист запрещено двигаться по дороге и обочине. То есть, суть новости в том, что когда идет снег и гололед, нельзя ездить по дорогам общего пользования, а по тротуарам в городе можно. Поэтому поднимайте свои ленивые жопы, ну, чаще всего, потому что те, кто ездит на велосипеде зимой, они ездили в этом году и в прошлом году, 10 лет назад и 20 лет назад. Я езжу. Поэтому, у кого есть желание покататься, обалденно, офигенно, рекомендую. Всем добра. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»